Оружие союзническое, американская армия, карабин М1, вообще предназначался для того, чтобы будет использоваться только офицерами, как тоже вспомогательное оружие, оружие свободных рук. У офицеров были в основном Томпсоны, конечно же, у командиров подразделений, ну и также это могло быть в различных, скажем так, местах ограниченного действия. Это те же самые автомобили, мотоциклы и все прочее, такое вспомогательное оружие, которое можно было использовать. Это уже, конечно, немножко послевоенный образец, отличается он тем, что можно было примыкать штык, до этого, чтобы штык-нож, не было приспособления для пристегивания штык-ножа. Ну и патрон стандартный американский, собственно, просто взводился, отстрелился, прицельная планочка тоже немножко другая, но такие тоже были. Легкий, удобный, но, как говорится, в основном во всей американской армии использовался Гарант М1. Тут дополнительные магазины, как бы они носились и на поясе, также здесь. А сколько в магазине бы комплектов? Ну, соответственно, у нас три магазина, еще два магазина с собой обычно было. Здесь 20 патронов спокойно можно, где десяточка влазит, и можно настрелять. Десятка влазит в рожок? Да. А можно вот стегночек по калибру какой-либо? Переводчик огня, соответственно, нажать мы ничего не можем. А он, подождите, он одиночными стрелял или... Нет, он автоматический. Это очередь. Ну, соответственно, как мы нажимаем на курок, у нас происходит, соответственно, выстрел и перезарядка его. А что после него в армии в США? Как после него? Он всегда, как бы, он появился, как вспомогательное оружие, он, в общем, был очень долгое время, применялся так же, как и был, очень долго. Пока, наверное, М16 и прочие винтовки не вытеснили Гарант М1. По Ленд-Лизу нам практически, кроме Томпсонов и тяжелых пулеметов, калибра, там, 15, ой, точнее, 50, 20-ки и 50-ки практически больше ничего не приходило. То, что сло с техникой. Это, естественно, поставлялись танки, и к танкам нашли Томпсоны, к танкам нашли браунинги, соответственно, пулеметы. И вот к ним все поставлялось, это к нам никак не приходило. А вот эти вот штуки, вот откуда это? Это все оригинально, 43-й год или это новодел? Ну, это новодел. А так они можно спокойно достать, в принципе, и оригинал. А где сейчас такую винтовку нужно купить? Сейчас нигде, потому что очень сложно у нас с поставкой, скажем так, предметов. Он был еще в виде ММГ, то есть нестреляющий образец. Отдалил на завод. Ну и на заводе его, собственно, уже сделали в таком виде, чтобы можно было холостым патронами стрелять. Продолжение следует...